Всем привет! Сегодня будем солить баклажаны. В народе их называют синенькие. Рецепт без особых там изысков, простой и получаются очень вкусные. Синенькие закусочка есть исключительно хороша. Прежде чем приступать к их солению, заранее нужно подготовить рассол. Чтобы он остыл, потому что заливают их холодным рассолом. Что для приготовления рассола нам надо? Я вот уже вскипятил, у меня он уже остывает. Значит, 3 литра воды. На 3 литра воды добавил 3 столовые ложки соли. С десяток горошин горького перца, примерно 5-6 горошин душистого перца. 5 штучек гвоздики, 3-5 листиков лаврушки. Закипело, минут 5 покипел этот рассол. Достаточно оставляем остывать, чтобы он уже был холодный. Пока он остывает, можно будет заняться синенькими баклажанами. Так, баклажаны надо помыть, освободить от плодоножки, помыть и сделать разрез, надрез. Вот так я делаю, не до конца. Далее, баклажаны надо сварить в соленой воде. Значит, вода солится из расчета. Стакан соли на 5 литров воды. Такой соленой водой залили баклажаны. Сверху такой гнет, чтобы они не всплывали, притапливались. Варить их надо 5-7 минут после закипания. Синенькие сварились. Холодной водой заливали. Нужно их вытащить, чтобы они стекли. Пока баклажаны остывают, мы готовим болгарский перец, порезали крупно. И чеснок режем тонкими пластинами. Такие вот тоненькие пластинки. Синенькие почти остыли. Теперь их укладываем в кастрюлю. В серединку кладем парочку чесночков и на дно. Вот так вот. Вот уложили ряд баклажанов и перчик. А это наш рассол, который остывал. И холодным рассолом будем заливать. Ну, вот чуть-чуть налили, чтобы они не всплывали. И укладываем следующий ряд. Так, уложили. Заливаем рассолом. Так, накрываем марлей. Кладем сюда тарелочку. И ставим гнет. Вот такой нехитрый рецепт. Готовится все очень просто. Теперь вот в таком виде. Примерно неделю, 7 дней. Или неделю, или 7 дней. Как вам лучше. Они должны стоять при комнатной температуре. В достаточно теплом месте. Ну, вот. Они должны скиснуть. Будет появляться плесень. Здесь на марле. Это нормально. Они наберут еще кислоты. И потом, после этого, их надо переложить. Я перекладываю в другую там емкость пластиковые. И убираю в холодильник. И там они стоят еще некоторое время. Есть можно уже будет через неделю. Но через 2 недели они вообще наберут самый вкус. Вот такой простой рецептик. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok